И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи, взять их. И кто будет на поле, так же не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. А кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему, где Господи? Он же сказал им, где труп, там соберутся и орлы. В сегодняшнем Иоанновском сечении Господь наш Иисус Христос предлагает нашему вниманию некоторые признаки своего второго пришествия в этот мир. Главной особенностью этого события является его неизвестность для тварных существ. Никто не знает срока и времени, когда Господь Иисус Христос, уже как Судья Вселенной, вновь вернется на землю. При этом Спаситель приводит в пример сначала ситуацию с Ноем и всемирным потоком, а потом Лота с уничтожением городов Савдома и Гаморра. Как в первом, так и в втором случае люди не верили тому, что грядет колоссальная катастрофа. Они все так же, как и раньше, до этого дня веселились, покупали, продавали, другими словами, жили привычной и размеренной жизнью до тех пор, пока Ной не вошел в ковчег, а Лот не покинул разращенных городов, после чего кора Божия обрушилась на отступивших от Бога людей. Следовательно, именно внезапность и неожиданность будут ключевым моментом второго пришествия Христа Спасителя. Святитель Василий Великий отмечает, «Господь умолчал о времени суда потому только, что неполезно было людям слышать о всем, ибо всегдашние ожидания делать более ревностными в благочестии, а знание, что до суда еще долго, сделало бы более нерадивыми тех, кто понадеется, что можно спастись, покаявшись впоследствии». Продолжая речь, Господь предупреждает, «В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их, и кто будет на поле, так же не обращайся назад». Данные слова имеют по замечанию толкователей как прямое значение, так и аллегорическое. Во время второго пришествия люди погрязнут в беззакониях и грехах настолько, что любая добродетель будет им казаться чем-то из ряда вон выходящим. По слову блаженного Феофилакта Болгарского, «Пред пришествием Христа, кто будет на кровле, разумеется, на вершине добродетели, тот не сходи вниз, то есть не оставляй добродетели и не погружайся в пучину греха. А тот, кто будет на поле, то есть в трудах на ниве христианского благочестия, тот не обращайся назад, то есть не прекращай этого спасительного делания». Спасение души – вот самое важное дело человека, как сейчас, так и во времена второго пришествия Христа. Ведь нет в этом мире более драгоценной для человека вещи, нежели его бессмертная душа. По этой причине Господь и говорит, кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Если мы будем заботиться лишь о себе, мы тем самым погубим себя. Так святитель Кирилл Александрийский пишет, «Потери души Господь необычным образом называет здесь «отделение от тела». Сберегший душу свою, то есть предпочитающий здешнюю временную жизнь и словно бы получающий от нее прибыль, претерпевает не что худшее смерти, а именно вечное наказание и погибие. Кроме того, на внезапность и нелицеприятность Божьего суда указывают также и следующие слова Христа Спасителя. «В ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится». В последний момент существования этой вселенной каждый будет заниматься привычными для него делами. Кто-то будет спать, кто-то работать, но участь всех людей будет зависеть от их внутреннего расположения, с чем они подошли к рубежу своей жизни. И потому, даже если двое людей занимались одним и тем же делом, например, работали в поле, но сердце одного из них в этот момент было заполнено Богом, а другого – ценностями мирскими, соответственно, будет и решение об их дальнейшей участи. Завершается же сегодняшняя Евангелие вопросом учеников Христа относительно того, когда же все-таки наступит совершение всех Его слов. На этот вопрос Христос отвечает. «Где труп, там соберутся ярлы». Многие толкователи относят эти слова только к разрушению Иерусалима, и под трупом разумеют Иерусалим и Иудеев, а под орлами – осаждавших и взявших город Римлян, чьим боевым знаменем было изображение орла. В отношении же ко второму пришествию Христову эти слова имеют следующий смысл. «Труп» – есть образ духовно мертвых, то есть грешных людей, которые подлежат суду Христову и наказанию. Посему выражение «соберутся орлы» означает то же, что сказано было Иисусом Христом в притче о семени и плевелах, то есть что ангелы пред всемирным судом соберут всех, делающих беззаконие и вернут в печь огненную. Таким образом, как хищные птицы слетаются стаями туда, где лежит труп, так карающий и истребляющий суд Божий проявляет себя там, где замерла внутренняя жизнь и началось духовное разложение. Помня об этом, мы должны наблюдать за собой и своим духовным состоянием, ведь именно от этого зависит, какие слова мы услышим в последний день нашей земной жизни из уст нашего Создателя и Господа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова